Приветствую любителей турбомикро реактивной тяги. В этом видеоролике у нас очень много работы. Предстоит сделать несколько высокоточных, очень мудреных деталей из жаропрочной стали. Детали будут выглядеть примерно вот так, только гораздо меньше. Это чертеж соплового аппарата турбореактивного двигателя гораздо больших размеров, чем у меня. Здесь диаметр 54 миллиметра. Ну а мы будем делать сопловые аппараты с этих заготовок, которые я делал в прошлом видео из инконнеля 718 диаметром 37 миллиметров. Чертеж я этот вам показываю, ребята, для примера, чтобы вы ознакомились, как оно вообще выглядит и как оно делается. То есть здесь оно делалось из листов инконнеля. Прорезались отверстия, потом вваривались лопатки. Честно говоря, я даже у массе не приложу, как можно даже хотя бы вырезать вот такие прорези в инконнеле, кривые под лопатки. Каким образом? У меня будет несколько вариантов изготовления деталей. Пару вариантов будут похожи на вот эти сопловые аппараты, которые изображены на чертеже. Ну а другие будут иметь сопловые лопатки, установленные под большим углом, как на турбостартере. Очень мне нравится, как запускается турбостартер. Хотелось бы, чтобы маленькие турбинки могли легко запускаться. И на этом турбостартере хорошо видно, как это все работает. С камеры сгорания раскаленные газы вырываются под углом. За счет как раз таки вот этих лопаток соплового аппарата попадают на турбину, раскручивают ее и так далее. Двигатель вращается. Ладно, ребята, от слов к делу. Приступаем к созиданию. Для деления на сектора воспользуюсь самодельным поворотным столиком. Здесь есть высокоточная шкала и можно точно делить круглые детали на сектора. Но только кулачки отсутствуют, но это дело мы поправим. До сих пор у меня одни точные кулачки. Хотя у меня есть еще пару комплектов, но лень расточить их до качества. Эту информацию, конечно, можно было и не докладывать. Но что-то вырвалось, ребята. Делить буду полуручным методом. Воспользуюсь индикаторной стойкой, потому что она прилипает и можно ее установить куда следует. Например, вот так и делать риски. Вот так быстренько мы поделили. Конвейер в гараже опять начал функционировать на полную мощность. Ставим новый кружок. Обязательно через бумажку, иначе будет лопаться. И погнали делать пропилы. Внутренние канавки очень трудно прорезать. Трудно контролировать, чтобы не закусило на внешней канавке, чтобы не разбило внешнюю. Все, можно выдохнуть. Один из самых нудных этапов этой работы завершен. Можно переходить ко второму, не менее нудному этапу. Нужно делать лопатки из листа инконнеля, вставлять в эти прорези, подгонять окончательно. Кстати, здесь прорези уже подогнаны. Дремель он не сразу берет как надо. То есть приходилось расширять. Диск заведомо уже. Самая дичь была внутри, потому что оно цепляется за эту сторону. Здесь разбивает, в общем, начинает рвать диск. Теперь каким-то образом нужно в эти прорези повставлять лопатки. Сделаю их из листа инконнеля. Все уже подходит по щелям. А как это сделать? Есть очень простой метод. Возьму листик дюраля, очень тоненький. Сделаю шаблон. Ну а потом по этому шаблону буду его накладывать и делать индивидуально каждую лопатку. Кое-что придется подгонять. То есть они не все прям здесь сверх одинаковые получатся. Нужно будет по месту подгонять. Итак, погнали, ребята. Режется спокойно обычными ножницами. Что-то можно и ножичком подкалибровать. Идет стружка, чтобы сделать более точно. Основные контуры лопатки готовы. Пилится инконнель крайне душевно. Далее идет долгая и нудная ручная работа. Честно говоря, я не знаю особо, как конвейеризировать этот процесс. Обвожу шаблон твердосплавной ручкой. Ребята, спасибо всем, кто поддержал меня в инстаграме за этот нелегкий труд. Работа реально нудноватая. Но нужно этот процесс пройти. Без этого никак. Вот так примерно. Вот что получается. С одной стороны заостренная, с другой скругленная и закрученная. Какой-никакой аэродинамический профиль будет присутствовать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Немного терпения и вот что мы имеем. Уже хорошо промыл, продул, то есть подготовил под тиг сварку. Нужно приварить снутри и снаружи лопатки. Теперь становится понятно, для чего сделана такая массивная деталь, чтобы при тих сварке ее не повело. Потом нужно будет лишнее срезать на токарном станке. Сварил все в единую конструкцию. Радует, что внутри хорошо получилось. Внутри не должно быть никаких щелей, иначе газы будут вырываться и размешиваться с холодным воздухом. А холодный воздух, который будет там просачиваться, вы еще увидите почему и как, он будет немножко охлаждать туннель с подшипником. Но я очень рад, что удалось победить эти детали. Хотя еще для большого двигателя, того что я на лайв канале выкладываю, я буду делать. Но там вообще совсем другая история. Там все дико будет непросто, мне кажется. Обрабатываю напильником. Вот здесь делаю плоскость, потому что немножко от сварки пострадало. Почему напильником? Чтобы не вносить абразив, иначе потом хуже вариться будет. А так мы абразив не вносим. Напильники у меня новые, хорошие, как вы видите, обрабатывают. Здесь вот хас силуэт торчит. Небольшую дырочку сделал, пришлось заваривать. Зарядил болванку инконеля x750. Попробуем поточить его. Выточу один или два фланчика из этого чудесного металла. Мне кажется, что крайне плохо пойдет процесс, но это не точно. Для начала торцану. Он все берет. Как оно пойдет сверлом, это вопрос. Я уже пробовал, если честно, но сверло тухое, надо заточить и пробовать еще раз. Тухое, естественно, мне не понравилось. Крайне низкие обороты. Крайне низкие. Все, сгорело сверло. Быстрорез в деле, но надолго не хватает. Попробую поставить твердосплавное сверло. Здесь есть напайка. И попробуем погнать им. Обороты побольше и погнали! на финале. Подключаем прорыв. Подключаем твердосплавное сверло. Крайнец буду прорыв. Готово. Рыбиться не на манее. Подключаем. Продключаем. Процесс лучше идёт гораздо, но всё равно тяжко. Расточка идёт нормально. Сандвиковский резец неплохо стоит на этом материале. Материал, напомню, называется X750. Такой вот инконель. Прорезаю канавку. Делаю фланец. Полностью отрезаю деталь. Вот что мы имеем на данный момент. Разгонный узел для турбины. Турбина будет жить вон там, в той полости. Когда я всё расточу, всё сделаю в размер. При такой технологии можно будет сделать очень-очень точно всё. Потому что за одну установку будет сделано. Обычно такие детали на реактивных движках, более крупных, делают литыми. Потому что сами видите, какова трудоёмкость изготовления. Я, честно говоря, даже сам не ожидал. Так, ну вот здесь вот места сварки. Наложил валик, чтобы было не просто приварено красиво, а ещё было прочно. Обтачивать в этом видео, пожалуй, я не буду. Потому что надо ещё подумать, как это всё лучше сделать. Да, кстати, ещё вот этот металл. Это ещё один экзамен будет для метчиков, которые я буду использовать для нарезания резьбы. Мне кажется, трудно будет им. В общем, у меня на этом всё, ребята. Кому интересно посмотреть, что будет дальше, подписывайтесь на канал, поддержите лайком таким же маленьким, как эта турбина. Всех благодарю за внимание и всем пока!